здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут елена я рассказываю вам о том как выглядит жизнь в италии сегодня я хочу с вами поговорить о нескольких вещах которые примут необходимо должен знать каждый предприниматель в италии каждый человек который либо приехал в италии хочет заниматься предпринимательской деятельностью либо тот кто раньше работал на работе решил открыть свой бизнес в общем какие-то вещи которые прям вот базовые то что нужно знать многие наверное вы знаете но как бы не лишние повторить дело в том что пару дней назад у меня брала интервью одна журналистка очень опытная прям вот молодец умная девочка и оказывается у меня в голове столько важной информации если ее вынуть и систематизировать очистить от того что нельзя вот так вот сказать в прямом эфире то получается очень такой прям вот нужный список просто ни один адвокат например не станет консультировать даже по телефону если какая-нибудь проблема он скажет приходи ко мне в офис поговорим там моих четырех стенах и я уверен спокоен простите вот в четырех стенах там где я спокоен где я понимаю что я говорю и кто меня слышит в общем там я тебя проконсультирую и также было и в нашем случае вот она меня спрашивает а как это делается а это так 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 стой это не написать в общем мы отсеяли то что нельзя сказать и выстроился у нас вот список из пяти пунктов прям вот необходимых итак первое первое отделить и защитить личное имущество и почему это так важно если вы приезжаете в италию даже если вы очень опытный предприниматель прям вот знаете натренированный там в боях и все такое весь ваш опыт был приобретен в другой стране в других условиях и очень часто особенно первое время он будет очень условно применим в новой реальности вот в этой стране потому что много из того что вы видите не самом деле не так вот вы идете по улице видите вот это вот так вот так вот и продает вот за такое вот это наверное деньги там неправда деньги не там деньги в другом месте и когда вам нужно будет свой пару лет на то чтобы увидеть где берут деньги итальянцы как они вот это складывать потому что любое предприятие которое вы делаете она первым делом должно приносить вам доход если не приносит доход то смысла делать нет и вот основываясь на своем каком-то опыте на своих каких-то вы считаете купили вот за столько то вот это сделали вот это сделали вот оно должно быть вот так не так потом со временем вы увидите где почему поэтому вот первое время прям вот не верьте глазам своим я вам не могу привести пример но прям вот аккуратно и поэтому поскольку у вас будет первое время вот таких несколько таких опытов очень неприятных когда вы будете сталкиваться будете видеть что вы же знаете что она так работает а на самом деле вот вы знаете приходишь вот машина стоит поворачиваешь ключ она заводится и у вас не будет она заводится или будет заводится иначе и и пока вы поймете будет несколько ошибок поэтому очень важно вот прям вот отделить ваше личное имущество от предпринимательства да можно либо открыть оошку там из реала называется в италии бывают такие простые оошки которые открываются даже без нотариального акта я вам потом расскажу как это делать либо если даже у вас самая простая форма управления простите если у вас даже самая простая форма предприятие и п это итальянцы очень часто делают это таким образом у них женой брак в раздельном владении имущества и п которые отвечают всем своим имуществом настоящим и будущий зарегистрировано на мужа а все имущество семейное зарегистрировано на жену и тогда если у мужа там что-нибудь пойдет не так а в бизнесе в любой момент может что-то пойти не так, то, особенно если вы молодой предприниматель, то много раз вы будете тренироваться. Много раз падать с велосипеда, пока не научитесь ехать хорошо и уверенно. И поэтому вот имущество вот на жену, поэтому если он там разорился, что-нибудь пошло не так, то к нему и какие претензии. А у него в любом случае остается какой-то запас, остается где жить, за что жить. В общем, такая вот подушка безопасности. Это так делают итальянцы. Поэтому как бы вы думайте, как вот обезопасить себя, как сделать так, чтобы ваше упражнение в бизнесе не очень сильно влияли на вашу ежедневную безопасность, на ваше понимание, где вы будете жить и за что вы будете жить. То есть как-то вот отделить личное имущество от ваших развлечений. Первый, прям вот важно. Если вот окажется, что вы молодец, исправились из первой попытки, и ваше предприятие цветет, и пахнет, и все, и это самое, а вы отделили какое-то имущество отдельно, что оно недосягаемо, ну и ладно, ну и бог с ним. Значит, окажется, что вы просто перестраховались. Но если вдруг окажется, ну то есть как бы я вам всем желаю, чтобы все получалось, и все было хорошо, и чтобы вот эта вот предосторожность была просто, вот лишней предосторожностью, потому что Ленка там наболтала. Окей, идем дальше. Второе, не давать деньги в руки бухгалтеру. Бухгалтер это самый близкий человек к предпринимателю, он составляет вашу отчетность, он знает многие ваши вещи, многие ваши тонкости, он иногда вам советует, поэтому будет казаться, что это прям вот ближе брата родного и мамы и папы. И очень часто бывает так, что бухгалтер звонит, особенно когда это маленькие предприятия, он звонит, эй, Васька, принеси-ка мне там у тебя 600 евро на это, послушай, нужно заплатить там 300 евро на вот этот налог, камера декоммерча, принеси, и мы заплатим за своего счета. И вот Васька бежит, относит этому бухгалтеру деньги, складывает, и бухгалтер платит за своего счета. Так принято, так делают многие. Вам, скорее всего, бухгалтер скажет это же. И в 99% случаев бухгалтер будет молодец, будет платить все это самое. Может случиться 1%, что этот бухгалтер, вдруг у него не за что выплатить зарплату рабочим, еще что-то. И может так получиться, что этот бухгалтер вместо того, чтобы оплатить ваши налоги, потратит деньги куда-то в любое другое место. И тогда окажется, что у налоговой претензии будут к вам, а не к бухгалтеру. Бухгалтер, ну там были истории такие, вот рассказывают, что не заплатил там столько-то тому, столько-то тому, столько-то там. Речь шла о десятках тысяч евро, потому что когда вот начинается, если вот бухгалтерская контора начинает вот работать плохо, и вот начинается вот этот клубок, который нарастает, 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 и в общем все. И вам кажется, что вы деньги отнесли специалисту, а специалист не заплатил. И налоговая там приходит через 2-3 года и говорит вам, слушай, друг, у тебя это, это, это не заплачено, пожалуйста, заплати. Вы можете подавать в суд на бухгалтера, можете, но если у бухгалтера не будет никакого имущества, если он уже отделил личное имущество, куда-то там спрятал, и у него ничего нет, то и взять с него нечего. И уголовная ответственность, да, его будут преследовать, может быть, его даже посадить, а вам-то от этого не легче. Поэтому очень важно делать вот таким вот способом. У вас должен быть счет, который специально для фирмы, фирменный счет, либо вот именно счет для ИПшки, на который вы будете складывать деньги от вашей деятельности, и говорить бухгалтеру, чтобы он давать ему этот номер счета, и тогда бухгалтер будет формировать, рассчитывать, сколько там налогов нужно, отправлять это в налоговую, что вот господин Иванов Василий Васильевич должен заплатить 300 евро за импс. И тогда налоговая сама будет брать с вашего счета требуемую сумму. Потому что если налоговая – это государственный орган, если они ошибутся, то на них всегда можно подать в суд и перерассчитать, остановить выплаты, еще что-то. Налоговая никуда не денется, это государственная формация. И с ней всегда можно будет рассчитаться. Хотя их тоже нужно проверять, они тоже могут ошибаться. Особенно, если налоговая вам присылает штраф вот каждый раз проверять, перепроверять, потому что там тоже сидят такие вот мариванны, которые просто рассылают всем письма счастья. Простите. И бухгалтеру деньги в руки не давать. Пусть бухгалтер присылает, вот отправляет все расчеты в налоговую, пусть налоговая берет деньги прямо с вашего счета. С налоговой вы всегда разберетесь. А бухгалтер – хороший парень, ему давать деньги вот на его зарплату. Все. Это второй момент. Третий. Переходить к деликатным расспросам, если собеседник начинает растворяться в тумане. У меня уже был такое видео о том, что итальянцы растворяются в тумане. С чем мы сталкиваемся таким очень необычным? У итальянцев есть принцип неконфликтности. То есть считается, что умный человек умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. А для нас это ненормально. Для нас как это? Я пришел, встал на поле боя. Я готов с тобой поспорить. Слышь, ты, враг, выходи на битву. А враг раз и слинял куда-нибудь. Ну что за враг? И так, о-о-о. Или там, я пришел с тобой разобраться. Давай поговорим по-мужски. Или там по-женски женщины тоже могут поговорить по-мужски. А он чик-чик-чик-чик. Да-да-да-да, я сейчас приду, да-да, через пять минут. И вот боком-боком-боком я куда-то ушел. Или просто перестает отвечать на звонки. Или говорит там, да-да-да, завтра, послезавтра я это сам. Ну, то есть как бы сбегает с поля боя. Нет врага. Не с кем договориться. Не с кем выяснить отношения. Не с кем понять, что творится. Поэтому помним, что это у нас там встать грудью на амбразуру. У итальянцев это не принято. Они это делать не будут. У них считается умный и хороший тот, кто умеет уйти от конфликта. И они будут уходить от конфликта. Если что-нибудь им не нравится, никто не будет объяснять, что ты дурак, ты не так поступаешь, ты мне должен, ты мне это, ты мне должен. Просто исчезают. Поэтому, если вдруг ваш бухгалтер, ваш контрагент, ваш работник, еще кто-нибудь, с кем вам нужно что-то от него получить, или что-то выяснить, или как-то заставить сделать, если вы видите, что вот вы пробуете надавить, а оно уходит, вот просто растворяется у вас под руками, то тогда нужно прям вот понимать, что у них принцип неконфликтности, поэтому пробовать деликатно выяснить, объяснять, что послушай, я хочу, чтобы это было решено. Может быть, я не понимаю, где-то в чем задержка. Объясни мне, пожалуйста, это нужно сделать. Я хочу это сделать. Ну, в общем, так очень-очень деликатно пытаться встать, пытаться понять, почему он уходит от ответа, почему сбегает с поля боя, а точно будет сбегать, извините, точно будет сбегать, и, в общем, деликатно выяснять. Не злиться, не расстраиваться, не говорить, что итальянцы придурки, просто у них так принято. И поэтому ты тоже, если ты умный, будь добр, приспосабливайся к тому окружению, в котором ты должен работать и зарабатывать. Потому что если не будешь приспосабливаться, если будешь вот, ну, как бы, и на этом не закончится. Вокруг тебя просто образуется пустота, и все, и на этом закончатся все твои предпринимательские потуги. Идем дальше. Так, четыре. Ой, важный момент. Помнить, что все оплаты будут приходить с опозданием. Соответственно, самому платить как можно позже, и не платить деньгами. О том, как не платить деньгами, мне вообще-то так по-хорошему нужно было сначала снять видео о том, какие инструменты финансовые, как ими оперировать. Я прям вот обещаю это снять. Оно звучит сложно, но это прям необходимо, чтобы я могла на него опираться во всех дальнейших. Поэтому прям вот обещаю. А, теперь я вам хочу сказать, что деньги, вот контракты очень часто ничего не значат. Сроки, прописанные в контрактах, очень часто ничего не значат. Даже подряд, которые вы взяли у государства, и думаете, ну, ж, государство заплатит, конечно. Вот тут сроки прописаны, все прописано. Это тоже ничего... Простите. Даже сроки, которые прописаны в контрактах, заключенных в государстве, вам тоже ничего не значат. Могут выплачивать там с оплатой в год, два, три. Оплату приходится получать, прям вот писать, выбивать. И, как бы, поэтому с частными легче. С частными вы договариваетесь о предоплате, и не работаете, если вам не заплатили заранее, все. А вот если вы берете государственный подряд, то, как бы, или там в строительстве, например, понятно, что какую-то часть работы нельзя остановить, там, если идет строительство. И вы не можете остановить, если вам не заплатили, вы не можете остановить там, где закончились деньги, потому что, если там трубы наполовину проложены, или крыша не доделана, пойдет дождь и затопит вот это все. Ну, то есть, останавливать строительство можно на каких-то этапах. Либо ремонт, либо строительство, да. И если вот деньги закончились, и вам нужно дотянуть до этого этапа, на котором вы можете остановиться и сказать, так, деньги на стол, то все равно, как бы, понимать, что вот очень с это с опозданием будет, это будет очень долго, и поэтому вам самим нужно стараться. То есть, это будет когда-нибудь, и в этом ничего страшного, нужно просто это знать, нужно просто все свои решения принимать на основании того, что деньги могут прийти с опозданием. То есть, если у меня по контракте написано, что у меня 10-го числа придет оплата, я не могу взять на себя обязательство заплатить 10-го, я точно не могу выставить чек на 10-е число, потому что если вот у контрагента поскользнется нога, и он что-то там пройдет не так, я окажусь в плохой ситуации. Поэтому старайтесь оплату делать как можно позже, старайтесь платить не деньгами, а альтернативными способами, и как бы старайтесь, чтобы вот у вас на счетах было максимальное количество наличных, сохранять на счетах, а оплата потом. Так, теперь, и пятый, самый сложный пункт. Нужно помнить, что Италия – это Италия – република де лаборатория. То есть, Италия – это страна рабочих, страна работников, и поэтому предприниматели – это все-таки такой достаточно преследуемый класс. Есть ли у рабочего, есть куча вот этих КАФ, куча объединений профессиональных, бесплатные адвокаты, в общем, рабочему положено все. Рабочему положен контракт, рабочему положен соцпакет, рабочему положено все, куча вот государственных структур, оплачиваемых государством, которые вот стоят за этим работниками, его охраняют от работодателя, а работодателю положено только платить. И защита у него так хлипенькая. Поэтому помним, что... Что? Помним, что... Извините. Итак, помним, что... У работника очень много прав. У работодателя прав почти нет. Итак, самые важные права, которые нужно помнить. Нельзя уволить. То есть, если у вас работник на контракте, чтобы его уволить, это куча всяких выплат, всего, поэтому лучше всего... Нельзя там наехать и сказать, с завтрашнего дня ты у меня не работаешь. Если так сказать, то у вас туда на голове будут все. Ну, то есть, это трагедия. Поэтому, если работник вам не подходит, с ним лучше договариваться, по-доброму вот объясняют, что послушай, нужно тебе уйти, потому что, потому... В общем, как-то пытаться с ним договориться и как-то вот его уволить деликатным образом. Это первый момент. Второй. Нужно платить столько, сколько установлено национальным контрактом. То есть, вы не можете придумать сами... Вот вы владели из бизнеса, да? Вы рассчитываете, что я могу там, например, открыть ресторан. Ресторан будет приносить столько-то, и для того, чтобы он был рентабельный, я должен взять там официантку, которой могу платить 600 евро. Больше платить не могу. Это можно делать в любой другой стране. В Италии такая вещь невозможна, потому что в Италии есть национальный контракт, который был подписан представителем вот этими же профессиональными объединениями разных работников и профессиональными объединениями предпринимателей. Вот они собрались, договорились и подписали контракт, в котором написано, что вот каждое рабочее место вот для каждого прописано, сколько человек должен получать. Там, например, простите, официант получает там 680. При этом помните, что при зарплате 680 столько же нужно отчислять, вот примерно столько же нужно отчислять вот во все эти на него там налоги, пенсионный фонд, все-все-все. Поэтому 600 или 700 евро это сразу вот множим на 2. Итак, и поэтому в этом национальном контракте прописано, что вот там секретарша должна получать минимум 1200. Помним, плюс еще 1200 на налоги. Там секретарша первый год получает 1200. Во второй год она должна получать 1220. Секретарша с высшим образованием должна получать 1258. Я условные цифры называю, вот взятые из потолка, но вот примерно так вот это выглядит. То есть для каждого рабочего есть установлены его зарплаты, и вы не можете платить меньше, вы не можете сами устанавливать зарплату. Это второй момент. Потом еще что. Неподписанный контракт ничего не значит. То есть если к вам пришел какой-то работник, и вы ему говорите, ну ладно, я не буду тебе подписывать контракт, потому что вот наступают все эти обязательства, ты, пожалуйста, поработай так, а там посмотрим. И даже если нету подписанного контракта, этот работник у вас работает, вот он берет двух свидетелей, или даже без свидетелей идет вот в эти кафе, заявляет о том, что он на вас работает, и вы его не приняли на работу, не оформили, и тут же вот поднимается вот пыль столбом, и налоговая любезно сама вам посчитает их контракт, и сколько вы ему должны платить, и какие выплаты за них, плюс еще штрафы. Поэтому не заключать контракт – это не выход. Нужно заключать контракт. Итальянцы обычно вот, это бухгалтеры хорошо знают, вот эти все вот эти мелочи, они заключают контракт Ко-Ко-Ко, контракт в проекте, участие в проекте, контракт сотрудничества. Ну, то есть такие какие-то контракты, которые как бы не берут его полностью, вот этого работника полностью на ваше обеспечение, а как бы временные. Временные там под разными соусами. Итак, еще одно. После окончания разрыва контракта работнику положено ФТР. ФТР – это финный тратамент раборта. То есть, если вы понимаете, что вот работник у вас проработал 5 лет, и вы хотите, все это время он получал свою зарплату, все это время вы за него выплачивали все взносы, и вам кажется, что уже все, что вы можете с ним попрощаться, помните, что есть еще такая вещь, как ФТР. И за каждый год работы там накапливается, даже если вы выплачивали ему там 13, 14, и все такое, ФТР – это отдельная сумма, которая накапливается на протяжении вот всего контракта. Например, вот я там знаю, что полицейский, который проработал все это время, ушел на пенсию, и он получил 120 тысяч евро. Это вот такой вот бонус после разрыва отношений. Поэтому помните, что если работник проработал у вас долго, и он проработал на высокой зарплате, то этот бонус может быть очень-очень значимым. Ну, как бы, и вот в этом случае опять-таки возвращаемся к первому пункту, который говорят итальянцы. Вот они обычно, вот эта СРЛ-ка нанимает работников, вот они проработали какое-то время, и потом, когда вот это все накопилось, то как бы, ну, СРЛ, все претензии к СРЛ, СРЛ отвечает, ложка отвечает своим уставным капиталом. Поэтому, как бы, это все не очень красиво, но сложно. В общем, помните, рассчитывайте, и эти пять пунктов вот прям вот нужно помнить. Так, ребята, это на сегодня все. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за лайки и за комментарии, и за то, что остаетесь на канале, оставайтесь со мной. Всех обнимаю, всем хорошего дня. Пока-пока.